Матрешка – традиционный сувенир из России, известный во всем мире. Не просто народная игрушка, а хранительница исконной русской культуры. С происхождением матрешки ознакомились студенты Северо-Западного политехнического университета Китая. Они приехали в зимнюю школу Самарского университета имени Королева. Между занятиями о строении двигателей постигают русскую культуру. В этот раз создают себе памятные подарки. В начале работы у каждого из ребят есть заготовка небольшая, на которой они собственными руками рисуют, раскрашивают и украшают матрешек. Я показываю то, как я бы ее нарисовала, а ребята воплощают свои фантазии, то, что они хотели бы видеть. И поэтому каждая из матрешек получится сегодня такая уникальна. Кто-то решил добросовестно скопировать матрешку, которую показали для примера, а кто-то по-настоящему креативит. Здесь и седовласая матрешка-бабушка, и героиня аниме, и даже матрешка с ракетой, ведь не зря Самара – космическая столица. Присоединились к мастер-классу и ребята, которые постоянно обучаются в Самарском университете Королева. Например, Сиа Жуймай на четвертом курсе бакалавриата пришел на мастер-класс в качестве волонтера сразу же после экзамена. Я китайский студент. Сейчас я учусь в Самарском университете. Моя специальность – две годы летательных оплатах. В первом и второй курсе я изучаю в Китае, потом в третьем и четвертом курсе в России. Я буду учиться в Самаре еще два года для магистров. А почему вы выбрали Самару, Россию? Потому что я думаю, что в России в Самаре хорошая, обязанная техника. Дяхао Джан, которого однокурсники зовут Габриэль, в Самаре живет первый год. Но учится на втором курсе магистратуры, занимается написанием научной работы. Тоже стал волонтером, чтобы помогать китайским студентам, которые пока не знают русского языка. Сам Габриэль изучает русский уже несколько лет. Сначала я изучал с учительницей, потом я сам два года уже изучал. Я просто разговариваю с людьми и смотрел сериал, фильмы и другие. Пока мы обменивались культурным опытом с волонтерами, студенты зимней школы уже изготовили себе сувениры, сделали памятные фото и выучили как минимум одно русское слово. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События.